Всем привет, мои хорошие! Сегодня 26 июня. Мы снова на Медео, место сбора, как всегда. Сегодня уходим на самый верхний Бутаковский водопад. Я там еще тоже ни разу не была. Высота будет 2900 максимальная. Ну все, группа собралась. В принципе, мы все уже оделись и намазались кремом от солнца, потому что сегодня оно есть. Сегодня вроде бы погода нам сопутствует. Все, вперед всем! Так, мы за час дошли до седловины. Вот она седловина. Это хорошо очень. Сейчас мы пойдем тем же путем, вот как я говорила уже через водопад желаний, по низу. И потом вверх покруче уже будет. Вот он водопад желаний. Сейчас мы над ним пройдем. Симпатичный. Сейчас приближу. Маленький. Ну, красивый. Вот сейчас вот так вот тропа идет. Пойду. Вот он, я прям стою над ним. Еще раз покажу. По скалам поднимаемся уже. Туда наверх. И здесь не могу не показать, конечно, эти скалы, красавицы. Ай, гладила я вас. Все было завалено вот так вот снегом зимой. Лавина тут была. А я говорила уже про это. Ладно, пойду дальше. Вот этот снег лежит, который я в прошлый раз показывала и говорила, что он до середины июля вряд ли растает. Ну, так оно и есть. Сегодня 26 июня. И так прилично еще и вот здесь. Позади город. В прошлый раз я еще поднялась вот выше. И все, я оттуда уже спустилась. Тяжко стало совсем. Не, сегодня намного лучше, конечно. Даже рюкзак тяжелее. Чувствую себя прекрасно пока. Ну, все, вперед. Проходим и по тропе вот на дереве шерсть какого-то животного. Что-то чесался. Чесалась какая-то здесь зверюга. Корова. Да не похоже на коровью шерсть. Помягче что-то. Ладно, пойдем дальше. Сейчас вот тропа пошла. Такая как ступеньками. Между корней. Между камней. Тут пар со рта идет. Видно, нет? Грязь. Чуть-чуть нога проскальзывает. Сейчас мы вынырнем под ножью фурманавки. Красиво тут. Мы тут на этом красивом месте решили сделать небольшой привал. И оказывается, что вот здесь где-то уже качели. И мы их, получается, уже немножко прошли. За два с половиной часа мы проделали вот этот путь от Мидео. Круто. Сама себе рада. Получается, у меня сегодня опять очередной мой новый рекорд личный. Это 800 с небольшим метров за два с половиной часа. Я молодец. Вот кусочек фурмановки. А это панорама. Как хорошо здесь вообще не передать. Это просто сказка, ребята. Просто сказка. А эти курума, это вообще что-то. Жалко, нельзя к ним подойти. Вон они откуда уж. Видимо, осыпаются постоянно. Прелесть какая тут. Снега лежит еще. Чуть-чуть. Нам еще куда-то наверх. Посмотрите, как елка цепляется за скалы. Это ее корни. Дальше обрыв идет. Там тоже обрыв. Глубочейший. Сейчас я тут немножко насыпухи по столу. Аккуратно. Все, эти курумы сзади остались. Вот они. Качели уже внизу. Город. Посмотрите, какая полоса грязи над городом стоит. Хорошо видно отсюда. И вот, собственно, надо показать, как цепляются деревья. Ой, вообще бесподобная тут красота. Сейчас вот сюда, вот за елку, тропа уходит. Мы почти у подножья. В общем, поднялись мы. Тот ручей. Низинка эта осталась. Там вот снега еще видны. Вот она, Фурмановка. Подошли мы к ней. Сейчас наша тропа уходит левее. А тут, значит, я уже говорила, панорама. За ней Толгарский перевал. И там же выход идет на канатную дорогу. Нужно выйти. И по канатке, если что, спуститься. А теперь мы пойдем... Ой, забыла. Сейчас вспомню, скажу. На Бутаковский перевал мы сейчас пройдем. Идем мимо вот такой красоты. Классно. Фурмановка. Я к ней все ближе и ближе. Но сегодня у нас другой маршрут. Непростой тоже маршрут. Ой, нам еще куда-то выше ползти. Вон еще люди идут. Это с качелек, по-моему, дорога. О, корова. Мочит, орет. Хорошо идти, когда не знаешь маршрут. Когда он незнакомый тебе. Вот это указатель. Это вот и есть тропа на саму, на пик Фурманова подъем. А вот здесь у нас, похоже, сейчас перевал. И небольшой обед. Ничего, мы не обожрались. Нам вот на этот перевал надо. Ай, я сейчас в легком шоке. Вот так вот мы как-то обойдем. Вот так вот его... Вот это сегодня денек. Круто. Идем вдоль склона. Наш гид Константин провел инструктаж. В случае, если срываешься, как себя вести, что делать. Ой, ну реально, такая красота. Такой спуск. О, тут действительно можно засмотреться и улететь вниз. Все, я прячу телефон. Ой, нет, не прячу, подождите. Смотрите, какая красота. Ой, бля. Вообще нереальная красота. А там уже туман. Кстати, мы оделись, потому что мы подзамерзли. Офигеть. Как тут красиво. Все, прячу телефон. Вперед. Такая тропа. Тут же обрывчик. Какие тут виды. Какие тут виды. Ну, мне тоже пищать хочется. Птицы поют. Кстати, там высоко, когда были, там какая-то птица пролетала. То ли сокол. Ну, что-то из рода соколиных. Дальше пойдем. Тропа, да? Нам нужно будет спуститься вон туда, к водопаду. А пойдем мы вот так вокруг. Туда, 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 туда. И вот так вот как-то обойдем. Чуть-чуть тропу покажу. Ну, там Бутаковское ущелье, кстати. Все усыпано цветами. Настолько... Ух ты! На камень наступила. Он скользкий. Настолько усыпано все разноцветными цветами, что рябит в глазах. Еще когда по узкой тропке идешь, и с обеих сторон рябь начинается. Видите, что творится? Классно. Ладно, пойду дальше. Сейчас отчетливо видно. Вот тропинка. И вон туда мы сейчас пойдем. Угра пойдет. Через снег пройдет сейчас наша тропа. Вот здесь такой обрыв. И он уползает. Что такое? Упасенький. Вон там снега лежат. Классно. Пойду. Вот где елочка торчит. Оттуда мы сейчас спустились. Вот здесь вот прошли. Формановка в тумане. И нам еще на перевал. Кто-то не упасер, сейчас там либо вернуться, либо... Мы находимся на перевале Путаковском. Поднялись. Высота здесь 2900. Это вид на ущелье Левый Толгар. Прекрасное ущелье. Вообще шикарное. Шикарное. Туман. Оттуда мы пришли. Ой. И сейчас вот туда будем спускаться. Путаковское ущелье. Пойдем сейчас туда. Там спустимся на самый верхний водопад. Посмотрим его. И вернемся через мой любимый перевал. Кимосаровский. То есть будет еще куча подъемов. Значит, где вот мы там были, где мы там перекусили, там высота тоже примерно 2900. То есть мы тут спустились метров сто. Опять поднялись метров сто. Ну и еще подъемы будут на Кимосаре. Потом посчитаем. А время сейчас... Время сейчас 13.50. Я подключалась, посмотрела. В 13.50 мы на перевале. Стартовали. В 8.30. Это я для себя все повторяю, чтобы потом не забыть посчитать все. Очень холодно. Мы все на себя надеваем. Все, что у нас есть. И сейчас, видимо, долго мы тут не будем задерживаться. И пойдем, чтобы не замерзнуть уже и спускаться. Красный Салат сейчас нас фотографирует. Классно, это вообще. Офигительно. Это сокращение? Это сокращение, да. Московский какой-то юридический. Дом. Департамент. Солнце вышло. Мы сидим, обедаем здесь на перевале. Шикарно вообще. Там открылось. Там есть ледница Позникова. Есть ледница Позникова. Есть ледница Позникова. Вот, по-моему, следует, что это ледница Позникова. Следующий, тормой. Нет, посмотрите, как наплевает, а? Темная такая точка, на что не длилась. Но это дождевая. Угу. Бесподобные виды. Ай, красота. Чуть-чуть открылся Толгарский. Ой, Толгар. Ну, не весь. Ждем, ждем и никак не дождемся. Облака наплывают и наплывают вот с той стороны. Стыли. 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 Ну, все. Мы выдвигаемся вниз. Время сейчас 14.30. Вперед. Спускаемся по сыпухе. Поэтому не снимаем часто. Это опасно. Солнце хоть и светит, но тут оно не греет, потому что ветер ледяной. Куртки все надеем на себя. Под перчатками руки, вон, красные замерзли. И нос замерз. В море просто цветов мы и спускаемся. Тут вот ни видео, ни фото не передает тех красок всех. И того масштаба цветущих. Смотришь, и все усыпано. О, это уже где-то четвертая группа встречается. Ладно, дальше спускаемся. Для понимания, что вот куда нам надо спуститься, это вот эти строения. Вышли мы к водопаду верхнему. Вот он. И сейчас к нему ближе подойдем. А идти нам придется вот так по снегам. Народ туда идет. А спустились мы вон оттуда. Вон оттуда. Иду и размышляю. Надо же. Вроде конец июня. И такие снега тут у нас. Классно. Вот он водопад верхний, Бутаковский. Добралась я и до него. Там очень страшно. Там такой провал. Туда еще водопад уходит. Его здесь просто снег прикрывает. Он длиннее. Выше вернее. Вот такие скалы его окружают. Хорошие. Вот он как. Ну вот такой водопад. Теперь надо будет еще спуститься отсюда. Подняться-то было легко. На какие только риски не иду для вас. А стою на глыбе льда. И он очень-очень высокий. Если бы не было льда, можно было бы увидеть его весь. Вот на вот такой глыбине сейчас вот здесь вот я стояла. И снимала водопаду, который уходит туда вниз. А вот здесь у нас еще просто залет. Там еще видно, как он внизу. Не, я туда не полезу. Я боюсь. Глыбина. Глыбина. Очуметь. Она, да, она может в любой момент валиться. Конечно, вот так вот ходить здесь это риск. Посмотрите, как подмыло вот эти снежные берега водой. Вот это не земля, это снег торчит так. Ручьи соединяются. Вот он бежит. И тот ручей, который стекает вот с этих ледников, с водопада. И вот так они соединяются здесь. И дальше уже пошла речка пошире. В своем видео о походах на водопады Бутаковские я как-то показывала это место. Сказала, что просто без комментариев тут нужно смотреть и любоваться. И в тот момент я не думала, что я окажусь там. Круто! Спускаемся уже довольно долго. И колени начали ныть. О, какие скалы красивые. Видно? Не видно из-за солнца, ладно. Надела суппорта коленные. Ой, прям такое облегчение. Я уже могу даже бежать вниз по дорожке. Как это кайфово, когда коленки не болят. Это просто замечательно. Я вот прям несусь. Сбегаю. И ничего не болит. А то уже еле ползла. Так, ладно, тут опасненько. Вот уже подошли мы к той избушке, которую я когда-то показывала. Банька. И туда уходит наверх Бутаковский самый нижний водопад, который самый такой высокий. Ну, хотя вот этот верхний, я посмотрела, он тоже ого-го. Если там снег сойдет, его будет весь видно. Вот, наверное, к концу лета. Ну, может, к середине, в июле. То он очень тоже громадный. Сейчас пройдем через поляну, вот эту большую. Мечта туриста. Кстати, с того перевала можно еще... Тропа идет на гору Кемосар и на гору Букреева. Блин, я чуть не упала. Ух, как удачно. Вот. Такие дела. Стоим на этой поляне. Мечта туриста, где вот спускаются все с водопада Бутаковского. И смотрим, где мы были. Вот это пик Фурманова. Вот здесь на подножье мы были. От него мы прошли вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И пришли вот сюда на перевал. Перевал Бутаковский, правильно? Бутаковский. В названиях пока еще не путаюсь. А вот это Букреева. То есть мы могли с перевала еще пройти вот эту гору Катарбулак и на Букреева сходить. Вот. Здорово как. Сейчас начнется финишная кривая. Преодоление Кемосаровского перевала. Там указатель стоит внизу. Четыре километра. До Медео. Из них километра два, наверное. Вниз. А километра два вверх. Я уже никакая. Сейчас куртом перекусила. Нашла вот оттуда, с поляны. Я грызла его. Как это отрезвляет, можно сказать. Такой кисловато-солноватый. Вкус классный. Откусываешь чуть-чуть. Такой взрыв энергии. У меня кола еще есть с собой. Но я не знаю, открою я ее сегодня или нет. Если я вообще умотаюсь, вообще прям, то я ее открою. Все, я полезла дальше. Название же еще какое у этого перевала. Кемосар. Вопрос такой. Кто перевалит? Кто перейдет? Как с издевкой. Все. Взятый указатель. А, в обратную сторону получилось. Ну, мы на перевале. Таким, асар. Не знаю, какое. 52-ое дыхание, наверное, у меня там открылось после первых подъемов. Ну, в общем, заползла. Все, теперь только вниз. Во время не сейчас. Время сейчас 18.47. Еще идти по указателю. Вроде как 40 минут. Но, мне кажется, это больше. Вот такой вот у нас сейчас спуск. Тупо по траве. Тупо вниз. Вот тут немножко в сторону ушла. Звездец. Ой, я думала уже весь трэш закончился. Нет. Он продолжается. Но зато эта тропа более короткая. Сейчас немножко по-другой спускаемся. Не как вот обычно я привыкла. Но, блин. Тут просто за лопухи вот эти хватаюсь. Вот так вот по земле тут. Ой, капец. Еще далеко-далеко вниз она идет. В конце пути нас сейчас еще и поливает дождем. Я надела курточку. Укутала свой рюкзак. Сейчас будем пережидать. Должен кончиться. А он уже, да, уже уменьшается. Все, мои хорошие, завершился наш сегодняшний маршрут. Мы уже подошли к Медео почти. Не подошли, потому что уедем сейчас вот все на этом микроавтобусе. В общем, какой результат за сегодня? Сегодня мы прошли 19 километров. Общий набор высоты составил 1500 метров. Плюс-минус, не знаю, чуть-чуть, может быть, там, погрешности какие-то. И что еще? А, и высшая точка вот была 2900. Это на перевале Бутаковском. Не скажу, что я устала. И вообще не устала. Единственное, что вот коленки болели немножко на спуске. Вот суппорта надевала. И все, сейчас прекрасно спустились. Дождемся ребят там сзади, которые идут. И по домам. Всем пока. Пока.